Здравствуйте! Меня зовут Крисвин Крисман. Я написала это письмо в редакцию. 17 мая 2022 года. Прошу прощения за свои ошибки. Путин стал жертвой американской пропаганды. Американцев навсегда учат, что русские получают только пропаганду. Но американцев окутывают лужью и испрощенные пропагандой, чтобы убедить нас в том, что во время каждого конфликта американские политики – хорошие парни, сражаются со злом. Например, американские эксперты заявляют, что президент Путин в своем эссе об историческом единстве русских и украинцев в июле 2021 года раскрывает свое введение империи и отказывается признавать суверенитет и границы Украины. Эти эксперты лгут. Я читал эссе, и нигде Путин не намекает на стремление к империи или завоеванию Украины. Он пишет в отчаянии о ненависти к России и к этнически русским украинцам, которую порождает украинское правительство после переворота. Путин пишет об историческом и культурном единстве России и Украины. Под «единством» он не подразумевает их политическое слияние. Он конкретно описывает отношения между Соединенными Штатами и Канадой как тип отношений, которые Россия ищет с Украиной. Путин с тревогой пишет о ненацистском насилии в Украине и об опасности, что украинское правительство представляет жителей Запада, которые стремятся использовать Украину в личных целях. Его опасения обоснованы. Неспособность американских комментаторов точно передать слова Путина заявляется безответственной или живой. Если бы они честно сообщили всем о его опасениях и обратились к его опасениям, мы могли бы избежать катастрофы. Американская пропаганда служит только для оправдания поставок оружия и экономической войны против России, которые, вероятно, с самого начала были скрытыми мотивами круга американских политиков, бизнесменов и банкеров. В 1998 году Советник по национальной безопасности Резинский признал, что Соединенные Штаты умышленно подстрекали СССР к вторжению в Афганистан. В 1979 году будьте осторожны, то же самое, вероятно, произошло снова. Спасибо большое за внимание и всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok